друзья приветствую всех это уже вторая часть мастер-класса где мы будем заниматься стежкой и окантовкой помните в самом начале когда мы разбирали второй лист на котором указано количество материалов которые необходимо купить я говорила что бэк я оставлю на потом если перевести в сантиметр и то количество которое указано здесь материал то получается 1 метр 25 сантиметров при условии что у нас ширина ткани 110 сантиметров окантовка находится по обе стороны то предполагаю что бэк должен быть выкроен таким образом то здесь остается довольно таки большое количество ткани невостребованное и это не совсем рационально на мой взгляд поэтому я решила немного изменить раскладку так как размер лоскутного верха у меня получился тридцать три с половиной на девяносто шесть с половиной сантиметров я решила что кроить бэк я буду вот таким образом то есть нить основы у меня будет располагаться по короткой стороне так как у меня ширина ткани 110 сантиметров у меня с каждой стороны остается еще по 5 свободных сантиметров и того мне понадобится в общей сложности 40 45 сантиметров ткань то есть это гораздо меньше чем заявлено в самом паттерн на этом этапе мастер-класса мне понадобится лоскутный верх окантовка которая буду использовать самом конце это детали под буквой с понадобится наполнитель я буду использовать slim text 200 вы можете использовать любой другой плотный наполнитель на панно я обычно использую синтетический наполнитель так как панно служит просто декоративным оформлением стены и собственно говоря функции тепла чтобы кожа дышала и так далее нам не нужны поэтому легко можно использовать синтетические материалы они значительно бюджетнее чем натуральные и понадобится бэк бэк вам тоже можете использовать любой по цвету можно даже использовать например тоже более бюджетные материалы такие как сатин но предварительно продекотировать их то есть постирать также для стёжки лоскутного панно понадобится верхний транспортер или шагающая лапка собираем сэндвич для стёжки и для этого я буду использовать клей-спрей вы можете собирать сэндвич любыми удобными для вас способами например можно использовать специальные булавки для квилтинга на столе я располагаю изнаночной стороной вверх бэк квилта весь он у меня в камеру не помещается поэтому буду снимать частично но я думаю что смысл вам будет понятен фиксирую малярным скотчем бэк к столу если нет возможности собирать на столе то используйте другие поверхности например пол далее укладываю наполнитель и приклеиваю его при помощи клей-спрея теперь лоскутный верх также приклеиваю при помощи клей-спрей теперь малярный скотч можно убрать сэндвич к стёжке готов для того чтобы подобрать дизайн стёжки можно использовать специальный трафаретный лист отстёганого цветочка на котором маркером который удаляется при помощи сухого ватного диска можно рисовать узоры которые вам хотелось бы видеть в готовом изделии на квинте можно использовать свободно ходовую стёжку можно использовать стёжку на обычном ходу швейной машины вы можете подчеркнуть какие-то детали то есть например центр дискового ножа можно проложить по спирали еще несколько машинных строчек внутри со стёжкой можно поколдовать чтобы получить какой-то интересный дизайн которого не будет ни у кого у вас будет только свой дизайн то есть завершить это все в центр можно оформить лезвие каким-то рисунком на бордюре и на тех деталях которые являются фоном можно использовать например стёжку на свободном ходу это могут быть раскрученные пружинки или может быть стиплинг все что угодно если вы стягаете на свободном ходу и вам это очень нравится то здесь как раз таки есть возможность проявить свою фантазию для тех кто только начинает свой путь лоскутном шитье и не умеет еще стягать на свободном ходу швейной машины доступны абсолютно простые варианты стёжки например прямой строчкой при помощи верхнего транспортера линии могут проходить по горизонтали квилта то есть с небольшим расстоянием примерно 1-1,5 сантиметра так я стягала свое прошлое панно со швейной машинкой стёжка в этом лоскутном панно у меня будет абсолютно простая я буду использовать прямые линии которые будут располагаться под углом 45 градусов для того чтобы мне начать наносить разметку понадобится линейка на которой необходимо найти линию угол 45 градусов эту линию вы совмещаете со срезом и можно наносить разметку на сэндвис сэндвич наношу разметку я термо ручкой ручкой пиши стирая которая у меня удалится при помощи утюга это первая линия как выполнять стёжку вы можете нанести все линии абсолютно все на сэндвич но так как у меня расстояние будет минимальное между линиями то каждую четвертую линию я буду контролировать и прокладывать новую линию то есть первую линию я прошиваю на швейной машине то есть я прокладываю машинную строчку при помощи верхнего транспортера последующие три линии я прокладываю ориентируясь краем лапки на предыдущую строчку последующие три линии я прокладываю ориентируясь краем лапки на предыдущую строчку таким Таким образом, у меня получается 3-4 линии я должна проложить на швейной машине. Далее я снова относительно первой линии, которая у меня уже была нанесена ручкой, укладываю линейку и снова черчу линию при помощи ручки. Таким образом, я контролирую все линии так, чтобы они у меня не уезжали в сторону. На швейную машинку я уже установила верхний транспортер. Строчка для стежки будет использоваться прямая, иголочка располагается посередине, длина стежка от двух с половиной до трех миллиметров. Сэндвич укладываю под лапку, опускаю лапку, одела перчатки для стежки, в них удобно продвигать и удерживать сэндвич во время стежки, даже во время стежки на обычном ходу швейной машины. И по той линии, которую я начертила, я прокладываю машинную строчку. Следующую линию я уже прокладываю, ориентируясь на предыдущую машинную строчку краем лапки. И еще прокладываю пару машинных строчек, ориентируясь также краем лапки на предыдущую строчку. То есть пятую линию я проконтролирую, прорисовав ее ручкой пиши-стирай. Проложила 4 машинные строчки, пятую я намечаю линией. Расстояние между строчками у меня полдюйма, поэтому от первой линии до той линии, которую мне необходимо прошить сейчас, то есть до пятой, у меня должно быть расстояние 2 дюйма. Поэтому я укладываю линейку так, чтобы линия 2 дюйма проходила по той линии, которую я наносила первой. Внимательно смотрю так, чтобы линия полдюйма у меня проходила через ту строчку, которая была проложена последней. И снова провожу линию ручкой. То есть таким образом я каждую пятую линию буду наносить для контроля. Иначе может произойти так, что где-то у вас линия скривится на 1 мм или, допустим, в начале строчки уйдет в сторону на 1 мм, со второй линии она уходит на 1,5 мм, с третьей линии больше, больше, больше. И к концу вы уже видите, что линии ваши не параллельны, они не ровные. А если мы контролируем себя дополнительной прорисовкой линии, то даже если есть какой-то небольшой изъян, например, в 1 мм, то есть где-то вы скривили в 1 мм. Его проще выровнять, будет это незаметно в рамках всего изделия, чем когда это будет к концу квилта, там будет заметно 100%. От линии, которую я наносила, я простегала сначала в одну сторону, потом в другую. И теперь мне нужно нанести линию, от которой я буду стегать в обе стороны также, чтобы у меня образовались такие кубики. И для того, чтобы мне нанести разметку, я какой-либо линии на линейке, любой, должна ориентироваться на строчки, которые уже имеются на сэндвиче. Стегать я буду точно таким же образом. Первую линию стегаю, потом последующие три, ориентируясь на предыдущую строчку, и снова наношу разметку. И так, пока не простегаю весь сэндвич. Субтитры сделал DimaTorzok После стёжки паром удаляем линии от ручки пиши стирай, не придавливаю утюгом, а только лишь слегка ввожу сверху. Перед притачиванием окантовки необходимо выполнить подрезку, то есть срезать все излишки наполнителя и бэка. Ориентироваться я буду здесь на шов притачивания бордюра. Важно, чтобы бордюр был по всей ширине абсолютно одинаковым. Прижимаю линейку и срезаю излишки. Так как вилт значительно больше, чем коврик, поэтому я аккуратно передвигаю вилт и продолжаю подрезку. Совмещаю линию 2 дюйма и 1 четверть со швом притачивания бордюра и срезаю излишки. Обязательно проверьте, чтобы ширина была одинаковой на протяжении всего изделия. Разворачиваем детали с этой окантовкой. Необходимо все четыре полоски сточать между собой под углом 45 градусов. Для этого мы складываем две полоски лицевыми сторонами друг к другу под углом. Образуется угол 90 градусов. Так как я не срезала окантовку, то я ее выпускаю. Скалываю булавками. Далее необходимо проложить машинную строчку. Чтобы строчка была ровной, воспользуйтесь линейкой и ручкой. Прочертите линию, по которой будете прокладывать машинную строчку. Установила лапку для петчворка без направляющей. Истачиваю детали окантовки между собой под углом 45 градусов. Длина стежка 2 миллиметра. Закрепки в начале и в конце строчки не выполняем. Если булавочки мешают, то в процессе их можно убирать. После стачивания срезаем излишки. Оставляем припуски 5-6 миллиметров. Можно срезать ножницами, это абсолютно не важно. Припуск шва приутюживаем на ребро и разутюживаем. В крое было указано 4 полосы для окантовки. Но что-то мне подсказывает, что окантовать этот квилт достаточно будет 3-х полос. Пока я стачала между собой 3 полосы и думаю, что их должно хватить. Посмотрим. Теперь складываем окантовку пополам и заутюживаем. окантовка готова. Если вы так же как и я оставляли в начале кромку, в начале и в конце, то есть не срезали ее перед раскроем, то сейчас самое время подрезать и выровнять край, от которого мы будем работать. Перед тем, как начнем притачивать окантовку, разворачиваем ее, складываем под углом 45 градусов, то есть срезы совмещаем и заутюживаем. Начинаю я притачивать окантовку с левого нижнего угла изделия. Отступаю от угла вверх примерно 15 сантиметров, то есть это то место, где я буду начинать притачивать окантовку. На швейную машину я установила лапку без направляющей для петчворка и прикрутила отдельно направляющую и задала расстояние чуть больше, чем 1,4 дюйма, то есть между 3,8 и 1,4. То есть отметка 1,4 вот она проходит и я установила немного дальше. Если в миллиметрах, то это будет примерно 8 миллиметров. Теперь укладываю под лапку квилт и окантовку. Опускаю лапку, длина стежка у меня два с половиной миллиметра и начинаю выполнять машинную строчку. Закрепку в начале строчки я не ставлю. Отгибаю окантовку, то есть как бы немного открываю ее и прокладываю машинную строчку дальше среза примерно на пару сантиметров. Останавливаюсь, поднимаю иглу, поднимаю лапку, вывожу немного из-под лапки, складываю окантовку и квилт и снова возвращаю под лапку и продолжаю прокладывать машинную строчку. Дойдя до угла, я иглу оставляю в ткани, поднимаю лапку, отгибаю окантовку и вкалываю здесь булавочку так, чтобы булавка располагалась под углом 45 градусов. Далее укладываю сверху окантовку ручкой по булавке, наношу линию, булавку убираю, опускаю лапку, прокладываю машинную строчку до этой линии, поднимаю лапку, игла остается в ткани, разворачиваю квилт и ухожу по этой линии на угол квилта. Иголочку поднимаю, лапку поднимаю и вывожу. Разворачиваю квилт следующей стороной, складываю окантовку под углом 45 градусов, здесь срез квилта продолжается срезом окантовки. Прижимаю пальчиками и складываю окантовку на себя, совмещая срез окантовки и срез квилта. Здесь у меня получается сгиб граничится срезом квилта. Укладываю под лапку и прокладываю машинную строчку. Закрепку в начале строчки выполнять не нужно. Таким образом оформляем все четыре угла. Завершая притачивать окантовку, я срезала все лишнее ровно до того момента, где начинала притачивать окантовку в два сложения. Теперь мне необходимо этот хвостик заправить внутрь начала окантовки. После того, как конец окантовки заправили, прокладываем машинную строчку. Проходим дальше на сантиметр, поднимаем иглу, поднимаем лапку и выводим. Как я и говорила, мне хватило трех деталей. А в третьей детали у меня осталось еще вот такой вот кусочек. И осталась одна цельная полоска. То есть для окантовки здесь достаточно трех полос. Дано все с запасом. Теперь окантовку необходимо заутюжить. То есть мы ее отгибаем и заутюживаем. Переворачиваем квилт на изнаночную сторону, плотно огибаем окантовкой срез и закалываем либо клипсами, либо булавками, как удобно. Уголок аккуратно складываем. Также под углом 45 градусов. Огибаем срез. В конце ставим булавочку и перегибаем окантовку по этой булавочке. Скалываем две части окантовки между собой. Огибаем далее срез и продолжаем закреплять клипсами. Подшиваем окантовку потайными стежками. Ниточка у меня в одно сложение. Ввожу иголочку из припуска. В конце ниточки у меня узелок. Убираю клипсу и аккуратно подшиваю потайными стежками с изнаночной стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Окантовка пришита. Хочу вам показать то место, где я начинала притачивать окантовку. Чем я не люблю такой способ, когда окантовка заутюжена вдвое, а потом притачивается, так это тем, что получается довольно-таки плотная она. И вот это место, конечно, здесь только сложение ткани, оно тоже получилось очень плотным и грубым, но в целом такой способ умеет место быть и многие его любят. Продолжение следует...